всем привет это видео о том как настроить беспроводной wi-fi режим интернет роутера на примере tp-link ac 750 archer c20 мы рассмотрим что такое vps и настройку защищенного wi-fi режима а также беспроводного режима костевой сети поехали друзья если вам нужно восстановить удаленные данные просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера то в этом вам помогут программы компании hetman software перейдите на сайт по ссылке из описания бесплатно скачайте и установите нужную программу запустите анализ диска утилиты отобразят доступные для восстановления данные вы сможете просмотреть и вернуть их на нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса начиная от установки системы ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизации работы мобильных устройств наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям в другом ролике ссылка на который будет в описании мы уже рассмотрели базовые настройки вай фай роутеров для подключения к интернету но как же пользоваться интернет без вай фай давайте рассмотрим как его правильно настроить сегодня мы будем настраивать роутер tp-link archer c20 это двухдиапазонный вай фай роутер но его настройки более или менее стандартный и по данной видео инструкции вы сможете настроить практически любой другой роутер и так для настройки беспроводного вай фай режима интернет роутера перейдите в панель его настроек как подключить роутер компьютеру и войти в его панель управления или настроек я уже детально показал в одном из предыдущих роликов поэтому останавливаться на этом не вижу смысла начнем с выбора рабочей частоты беспроводной передачи данных так как данный роутер двухдиапазонный то он может транслировать две вай фай сети одну на частоте 2 и 4 гигагерц вторую на 5 гигагерц если вам не нужна какая-то сеть то можно перейти во вкладку выбор рабочей частоты и отключить сеть на той частоте которая не нужна достаточно просто убрать галочку и сохранить настройки а можете оставить обе сети например старые устройства подключаются к 2 и 4 гигагерц а новые которые поддерживают 5 вай фай гигагерц а в чем разница спросите вы первостепенным различием между частотами беспроводного соединения 2 и 4 гигагерц и 5 гигагерц является дальность действия сигнала при использовании частоты 2 и 4 гигагерц сигнал передается на более дальнее расстояние по сравнению с частотой 5 гигагерц это связано с основными характеристиками волн и происходит в результате того что при высокой частоте волны затухают быстрее таким образом если в большой степени обеспокоены зоной покрытия сигнала вам следует выбрать частоту 2 и 4 гигагерц вторым различием является количество устройств действующих на данных частотах на частоте 2 и 4 гигагерц беспроводной сигнал более подтвержден помехам чем при использовании частоты 5 гигагерц это связано с тем что множество окружающих нас устройств также работают на частоте 2 и 4 гигагерц в большей степени это микроволновые печи и беспроводные телефоны данные устройства вносят помехи в частотную среду что в дальнейшем снижает скорость соединения по беспроводной сети в обоих случаях выбор частоты 5 гигагерц является лучшим вариантом поскольку в вашем распоряжении оказывается большое количество каналов для изолирования своей сети от других сетей и на данной частоте действует меньше источников помех если быть кратким то если ваше помещение большое количество помех и ваше устройство поддерживают частоту 5 гигагерц рекомендуется использовать беспроводную сеть на частоте 5 гигагерц в иных случаях лучше использовать частоту 2 и 4 гигагерц а непосредственно перед настройкой короткий анекдот леночка ты всегда слышишь только то что ты хочешь вино сыром конечно буду дорогие друзья а дальше мы переходим во вкладку вай фай сети которые нам нужно настроить например как моем случае беспроводной режим 2 и 4 гигагерц мы включаем беспроводной режим если он отключен и задаем имя беспроводной сети в меню основные настройки имя может быть любым удобным для вас следующий пункт это установка режима вай фай сети на данный момент можно выделить стандарт 11 и 4 основных режима биджи н и и си основное отличие между режимами это максимальная скорость соединения 11b работает в диапазоне 2 и 4 гигагерц скорость у него до 11 мегабит в секунду 11g работает также в диапазоне 2 и 4 гигагерц но скорость уже до 54 мегабит в секунду 11n скорость до 150 мегабит в диапазоне 2 и 4 гигагерц и до 600 мегабит в секунду в диапазоне 5 гигагерц 11 и си новый стандарт который работает только в диапазоне 5 гигагерц скорость передачи данных до 7 гигабит в секунду более новые режимы совместимы с более старыми но не наоборот как правило по умолчанию стоит автоматический режим 11 биджи н смешанный для сети 2 и 4 гигагерц или 11 а н и си смешанный для сети 5 гигагерц это сделано для обеспечения максимальной совместимости чтобы маршрутизатору можно было подключить как более старое так и новое устройство рекомендую проверить и установить наиболее полный и совместимый режим из присутствующих меню в поле канал и ширина канала выставляется рабочая частота которую будут использовать роутер в беспроводном режиме беспроводной канал следует менять только в том случае если вы наблюдаете проблемы связанные с помехами вызванными другой точкой доступа расположены рядом с вашим оборудованием если вы выбираете автоматический режим то точка доступа самостоятельно в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящий канал поэтому здесь ничего не меняем или устанавливаем автоматический режим включить широковещание ssid если вы отметьте данную ячейку то маршрутизатор будет открыто передавать свое имя что это значит каждая точка доступа транслирует свое имя в рабочий диапазон частот любой клиент который в текущий момент сканирует диапазон в поисках доступных точек для подключения будут все видеть и соответственно может предпринять попытки для взлома если же скрыть ssid убрав соответствующую галочку то идентификатор не будет транслироваться и не будет виден среди доступных вайфай сетей подключиться к сети после этого сможет только тот клиент который знает ssid и введет его вручную или с помощью функции vps которую мы рассмотрим далее поэтому если хотите скрыть вашу сеть уберите галочку я оставлю включить vds данная функция позволяет маршрутизатору объединить мостом две и более беспроводные локальные сети с ее помощью можно расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких вайфай точек доступа в единую сеть без необходимости наличия беспроводного соединения между ними для стандартных настроек вайфай сети это вам не потребуется более детально мы рассмотрим эту функцию в одном из следующих видео о подключении двух роутеров в одну сеть не забудьте сохранить изменения настроек следующее меню vps данная функция позволяет быстро добавлять новые устройства в сеть если новое устройство поддерживает функцию настройки защищенного вайфай вайфай протектор сетап и оборудована соответствующей кнопкой быстрой настройки то его можно добавить в сеть просто нажав эту кнопку на устройстве или активировал в нем соответствующую функцию вот как это будет выглядеть если смартфон присоединить к сети с помощью vps мой смартфон присоединен в сети пускай это будет headman software переходим настройки беспроводной сети смартфона и активируем используемая vps в результате запускается обратный отчет времени теперь нажимаем кнопку vps на роутере в результате на нем загорается индикатор сообщающий об активации данной функции ждем несколько секунд и видим что смартфон прекратил отчет проверяем сеть смартфон подключен к нашему роутеру по vps каких-то особенных настроек данная функция не требует ее можно включить или отключить текущий пин-код здесь отображается текущий пин-код устройства значение пин-кода по умолчанию вы сможете найти на наклейке на корпусе или в руководстве пользователя восстановить пин-код восстановление значения пин-кода до значения по умолчанию создать новый пин-код нажмите данную кнопку для получения случайного значения пин-кода для вашего маршрутизатора добавить устройство нажмите данную кнопку чтобы добавить новое устройство существующие сети вручную для этого на устройстве нужно нажать кнопку vps или активировать функцию в меню следующий шаг настройка защиты беспроводного режима и установка пароля вай фай сеть для этого перейдите на вкладку защита беспроводного тима здесь вы можете выбрать одну из следующих опций защиты отключить защиту если она отключена беспроводные станции могут подключиться к маршрутизатору без шифрования и пароля настоятельно рекомендуется выбрать один из представленных ниже вариантов защиты беспроводной сети vp и vp и ту персонал защита на основе vp и с использованием общего ключа vp и vp и ту in price защита на основе vp и через радиус сервер веб защита 802 11 веб выберите рекомендуемую защите vp и vp и ту персонал здесь можно выбрать типа унификации vp и psk или vp и ту пи эска оба протокола vp и vp и ту предлагают высокий уровень безопасности данных и ужесточенный контроль доступа к беспроводным сетям для пользователей но vp и ту обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с его предшественникам протокола vp и протокол vp и ту поддерживает стандарт аэс что делает ее более защищенным то есть вы поняли что vp и ту пи эска нужно использовать шифрование аэс а с vp и пи эска кип если наоборот то пользователи не смогут подключиться к беспроводной точке доступа в поле пароль беспроводной сети задайте пароль который будет использоваться для подключения к вашему вай-фай если вы до настройки вай-фай подключали к беспроводной сети какие-то устройства то после смены пароля и перезагрузки роутера нужно будет подключить их заново уже указал в новый пароль период обновления группового ключа введите период обновления ключа который указывают роутеру как часто ему следует менять ключи шифрования если у вас дома не сверх секретная лаборатория и вас не будут ломать хакеры то время обновления можно выставить на ноль для отключения обновления сохраните настройки фильтрация mac адресов mac фильтр наряду с шифрованием аутентификации и ключом шифрования паролем от вай-фай сети является дополнительной мерой защиты вашей беспроводной сети к примеру если вы хотите ограничить доступ посторонним лицам к вашей сети или разрешить доступ только своим устройством иногда его используют в качестве функций родительский контроль и запрещают подключение к сети устройством ребенка если вы хотите запретить доступ к какому-то устройству к вашей сети добавьте его в список исключений для этого потребуется отметьте функцию запретить доступ к станции нажмите кнопку добавить и введите mac адрес нужного устройства посмотреть его можно на самом устройстве или в его настройках например в android смартфоне перейдите в настройки о телефоне а потом статус mac адрес устройство указан в пункте mac адрес windows перейдите в параметры сети и интернет настройки параметров адаптера кликните правой кнопкой мыши на беспроводном адаптере с помощью которого осуществляется подключение и выберите состояние или сведения физический адрес это и будет mac адрес wifi адаптера компьютера введите mac адрес нужного устройства введите простое описание беспроводной сети станции поле описания выпадающем списке состояние выберите включено выберите беспроводную сеть в поле сеть для которой будет действовать правило нажмите сохранить чтобы сохранить сделанные настройки после включения функции фильтрация mac адресов добавленное устройство не сможет подключиться к данной вай фай сети даже зная пароль если активировать функцию разрешить доступ к станциям указанным во включенных правилах из списка так беспроводной сети смогут подключаться только они дополнительные настройки беспроводной сети мощность передатчика можно указать мощность передатчика сигнала маршрутизатора можно выбрать высокая средняя или низкая интервал маяка сигнальными пакетами называют пакеты которые маршрутизатор направляет для синхронизации беспроводной сети интервал сигнального пакета определяет временной интервал отправки сигнальных пакетов вы можете выставить значение в интервале от 40 до 1000 миллисекунд порог ртс здесь вы можете установить порог ртс запрос на отправку если пакет больше устанавливаемого порога ртс то маршрутизатор будет направлять блоки ртс на определенную принимающую станцию и согласовывать отправку блоков данных порог фрагментации данная величина представляет собой максимальный размер после которого пакеты будут подвергаться фрагментации установление слишком низкого порога фрагментации может привести к снижению производительности сети из-за избыточного количества пакетов интервал д этим данная величина определяет интервал отправки сообщения о доставке трафика этим вы можете выставлять значение в диапазоне между 1 и 15 интервалами сигнального пакета активировать short gel данная функция также рекомендована поскольку позволяют увеличивать пропускную способность за счет снижения длительности полосы расфильтровки активировать клиент изолейшн изолирует все подключенные беспроводные станции таким образом что беспроводные сети могут обращаться друг другу только через урон данная функция отключается при включенном режиме VDS моста активировать VMM функция VMM обеспечивает первоочередную отправку сообщения с высоким приоритетом если параметры настроек на данной странице вам не знакомы настоятельно рекомендую оставить значение устанавливаемое по умолчанию поскольку неверная установка параметров может привести к снижению производительности беспроводной сети статистика беспроводного режима на данной странице отображаются mac адрес текущее состояние количество принятых и отправленных пакетов и ssid для каждой подключенной беспроводной станции вы не можете изменить какие-либо значения на данной странице для обновления данных на этой странице и отображения подключенных на данный момент беспроводных станций нажмите кнопку обновить эта страница обновляется автоматически каждые 5 секунд важно если вы оставили трансляцию сетей на частоте 2 и 4 гигагерц и 5 гигагерц то задайте настройки для обоих сетей и установите пароль меню настроек у них аналогично и еще одна настройка для беспроводной сети гостевой режим гостевая сеть это дополнительная беспроводная сеть которая будет раздавать ваш роутер у нее будет другое имя и пароль гостевая она потому что создается для ваших гостей клиентов вашем офисе кафе и так далее и отличается над тем что полностью изолирована это значит что устройство которые подключены гостевой сети не смогут получать доступ к локальной сети доступ к общей принтеру или накопителю если вы это не разрешите в настройках такую сеть есть смысл создавать когда вы например даете доступ к вайфай своему соседу также можно настроить работу гостевой сети по расписанию например чтобы гостевой вайфай работал только в рабочее время или запустить сеть на несколько часов или минут после чего она сама отключается еще один момент можно настроить пропускную способность то есть ограничить скорость подключения к интернету для гостевой сети так на этой странице можно настроить следующее разрешить гостевым пользователям доступ к моей локальной сети если эта функция включена пользователи смогут подключиться к устройствам локальной сети роутера изоляция гостевой сети если эта функция включена пользователи не смогут взаимодействовать между собой контроль пропускной способности гостевой сети если эта функция включена будут применяться правила контроля пропускной способности гостевой сети вы можете указать частоту на которой будет работать гостевая сеть 2 и 4 или 5 гигагерц Но это только если у вас двухдиапазонный роутер, как у меня. Гостевая сеть. Включить или выключить функцию гостевой сети. Имя сети. Это имя самой гостевой сети. Введите значение длиной до 32 символов. Именно так ее будут видеть гостевые пользователи. Максимальное количество гостевых пользователей. До 32. Установите желаемое количество. Защита. Здесь можно отключить или настроить защиту гостевой сети. Ее можно отключить. Тогда гостевые пользователи смогут подключиться к Wi-Fi без пароля. Или включить и настроить VPA и VPA2 защиту. Как в защите беспроводного режима основной сети. Время доступа. Установите время возможного доступа к сети. То есть, когда она будет доступна. Я думаю, разберетесь. Здесь несложно. Это были все настройки беспроводной сети роутера. С их помощью можно настроить ваш Wi-Fi от А до Я. Ну а если в процессе настройки беспроводной сети Wi-Fi вашего роутера у вас возникли какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если видео, конечно, было полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.